всем привет с вами снова я ведьмак и мы проходим игру принц перси которая также известна под названием принц персии 2008 это у нас практически самое начало игры прошлой серии мы увидели завязку сюжетную как отец этой девушки элики принцессы срубил священное дерево которое сдерживало злого бога аримана и вот он как олицетворение темноты заразил все эти места это черной дрянью мы находимся сейчас в преддверии локации под названием владения охотника здесь живет такой босс вот и сейчас мы должны найти так называемые плодородные земли чтобы очистить эту локацию от скверны земля наверху башни и мы можем добраться до не тогда нам надо подниматься наверх вы прям капитан очевидность просто все так под черной дрянью мы лазить не можем поэтому нам единственный путь это вот сюда это у нас какая-то лоза мы по ней можем лазить глаза чтобы лазить на тесно там элика так ненавязчиво повисла у нас на шее как я говорил в прошлой серии она для меня идеальный спутник игровой мешает помогает советует когда надо молчит когда надо и так далее что у нас такое происходит почему музыка такая боевая элика у нас умеет продавать ну и также она без проблем выполняет все акробатические приемы какие выполняет принцип наш герой хотя на самом деле он скорее всего не принцип а просто путешественник искатель приключений уйди противная шу пальцом так и здесь мы по идее можем так вот совсем совсем не реальные акробатические приемы уже пошли но такая эта игра здесь все сделано в пользу кинематографичности красоты ой элика нас спасает он заменяет кинжал времени который был как не принес предыдущих частях вместо отката времени у нас просто теперь спасение но весьма удачный прием на мой взгляд ой что за звуки прекрати а мы здесь можем подняться на но здесь надо вот он охотник босс мификальное существо да ты школьник надеюсь у него катар в руки на руке точнее у нас ну так такую комбину выполнили все такое комбо ну неплохо по идее можно более длинный кому выполнить но я не умею ну тут мы тебя победим не проблема ну как то так нет 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 давай давай делай свое черное дело оберегусь ну вот чуть по длиннее сделали комбо не напугаешь ты мне так дрища я тебя зарубаю а я же прикрылся ну вот он убежал что теперь пока не знаю а сколько мы его победим не скоро достаточно ну давай делай свое колдунство это один из самых прекрасных эффектов в игре вообще игра визуально очень красиво выглядит не устаю на нее любоваться так я же должен что-то начать нажимать здесь по-моему иначе она не запилит вот сейчас пошел эффект преображения локации она из заброшенной разрушенной бесплодной становится вот такой вот зеленый светящийся разноцветный это офигенно я обожаю такие эффекты и появились светящиеся фигурены семена разноцветный забыл это называется армунс да и как это там что это было как ты ой спокойно держись все хорошо плодородная земля очищена а хриман не сможет ее использовать замечательно исцелить остальные плодородные земли работающего предстоит огромное ой да ты не падай да как раз в твоем состоянии отведи меня к семени света ладно более правильно было бы частицы свет чем 7 вот тебе кушай спасибо хорошо они тебе нужны я почувствовала что да я не знала сначала что с ними делать армуз вот точно будем надеяться у него светлые идеи не соберем еще эти светлые штуки еще чуть светлая сделаем чтоб всем посветлело вот эти штуки на собирать чтобы открывать доступ к следующим локациям вот но можно в принципе их собирать ради собственно удовольствие это удовольствие в этом маловато вообще говоря их очень много я не думаю что я буду собирать все соберу какие соберутся ты да блин напусти меня уже сюда здесь нам наверно надо так вот пробей женщина поймал вот мы можем бегать по освобожденной локации собирать их ой это было зря и собственно проблема этой игры как раз в том что большая часть времени будет тратиться именно на сбор этих семян из повторное прохождение одних и тех же мест которые они сказали что очень интересно и локации такие скажем так не запоминающиеся хоть красивые летим куда-то в общем умереть в этой игре никогда не привык невозможно ну кроме определенных там случаев так дальше сейчас понятно нет возвращаемся давайте пособираем на этой локации все что сможем потом пойдем дальше поскольку нам надо помнить собрать 60 чтобы открыть доступ дальше а мы можем открывать да вот этот шакра можно четыре способности которые нам позволяет дополнительно использовать способе перемещения по локации дойдем дальше повисает на спине можно вернуться собрать здесь верни меня взят стекста зайти эй прыгни было опасно а стой не буду он там красные панели на стене точная одна красная панель она позволяет использовать шакр музда если он конечно у вас прокачат щита я делаю ну и ладно у меня бессмертие набрал чит на год мод по имени элика здесь у нас враг они тут зверху когда умирают скинем он пошел сюда быстренько ушатали и возвращаемся назад потому что мы еще здесь не дособирали мы можем вообще вернуться до может появили и комментарии вставляет я их не всегда понимаю ну ладно будем считать я просто очень непонятливый долетим ой-ой-ой нет не долетим ну вот собственно я думал мне конец большая часть наших серий как раз будет посвящена на сбору этих светящихся семян ну наверное это не самое зрелищное что может быть но нам они нужны для того чтобы впоследствии открывать все эти дополнительные способности иначе мы просто игру не пройдем прикольно они так разминаются нам куда можно как-то отсюда аккуратненько слезть надо тяжело так упал музыка в игре не то чтобы плохая но в принципе неплохая жаль ничего не запоминающихся ты делим теперь че тут на жироводе все собрали на поехали здесь уже делать то ничего давай поднимемся наверх смотрю что нельзя обидно непонятный момент хочу выше так она активация следующую платформу потребуется 35 семян света очень скажешь на королевские ворота башни а кстати может не поговорить можно давно вы не разговаривали здесь диалоги по желанию игрока происходит это темная дрянь не вернуться сюда мы безопасности земля исцелена тени хримана здесь бессильно ок ок и так принцесса может хватит звать меня так а что не так разве ты не принцесса меня зовут элика ладно извини принцесса элика я не запомнил я тебе его и не говорил ну а как далеко ты уходила отсюда вон до туда до конца каньона а куда ты отправилась если могла к океану на что он похож ну в пустыне ты чувствуешь одиночество здесь ты выживаешь а на море живешь прическа принцесса забавно принцесса раз увидев его ты можешь и не вернулся а каково быть принцессой утомительно лаконично удачу я нет но вдруг она верит в меня прикольная диалоги не нравится пауки мы можем пройти здесь но куда там есть с той стороны семена есть еще здесь давайте сначала вот это возьмем семечко так сказать вот еще да правда что светящиеся элика что-то говорит дальше что такое это ты летаешь ну в общем в общем в общем так все и происходит всю игру ползаем по этим столбам собираем собираем всю эту байду для того чтобы открыть проход на следующие уровни уровни можем вернуться попробовать отсюда в другую сторону пойти возможно так а как же попасть вон туда а вот еще здесь есть как вообще туда по моему только использовав он ту красную штуковину получится сделать так мы можем по идее подняться он там нам по стене вниз так зря прыгнул ну хотя нет все вроде нормально так теперь наверх нет 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 давай он туда побежишь зачем все нормально 30 еще надо 3 найти минимум даже теперь пойти валим не знаю возможно мы вернемся храму стоит да как то можно сделать так я элика показывает путь к выбранной цели на карте давайте попробуем вернуться к храму может быть по дороге там возьмем раз семян семян надыбаем слышь да а может и нет нет вон есть только туда еще надо дойти да ну какая ты жадная найдем мы больше найдем не беспокойся спрыгивай блин мне все хочется ее поймать но она как то она уворачивается так сколько у нас семян 33 и мы идем по дороге в храму возможно как раз это будет лучше потому что там надо будет активировать наверно не помню уже как это делается ой неудачно хотя здесь ты говорился акробатики построен на критая моментах на что надеть блин нифига себе заявление опа молодец туда уже злое место идти оттуда давай еще семечек последний я знаю ты здесь я верю в тебя что нет печать ну ну одно семечко ну что вам жалко что ли да ну принц подписаться этому фигню в принципе это акробатика здесь не сложно сама то по себе но как раз таки вот ее однообразие вызывает проблему потом сейчас пока мне все нравится достаточно живенько выглядит какие то плиты а тут дрянька наросла это граница между восстановленной плодородной землей и злом возьмем уж раздает там еще одно было нет 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 да может я уже взял так но у нас достаточно что делать дальше а понятно там было отсчет до 60 ну мы можем идти сюда в принципе потому что здесь мы не соберем все и поскольку у нас не хватает возможности по передвижению давайте отправимся к следующей плодородной земле звук звук в игре тоже очень приятный в игре сама по себе озвучка эффектов музыка правда круто делась видимо решила что хорошенького понемножку так здесь у нас наверное будет противник нет нет пока что на самом деле вся акробатика элементарнейшая вот дальше по мере продвижения в более такие сложные места то есть по карте в сторону боссов она будет усложняться и там местами будет прям вообще атас то есть платформенная часть здесь достаточно хорошо продумано сделано единственное что не приходилось бы много бегать туда-сюда хотя у нас смотрите зеленая дрянь какая-то это мы движемся к владениям алхимика или ученого я не помню кто там ну про него элика должна будет рассказать подробнее я не стану этого дела чтобы сильно не спойлерить если кто-то не играл конечно на самом деле поиграть я советую каждому игра интересная так надо здесь найти плодородную землю она по моему вот там плодородная земля на плоту мы можем влезть вверх по лиаму а затем перейти дальше перейти дальше куда там и выяснилось расскажешь что-нибудь еще когда ахриман отобрал город у ахуров алхимик устраивал здесь свои эксперименты это строили пленники над ними он оставил опыты печально он может подчинять себе тьму он придает ей ту форму какую пожелать тьма называли понятно как то пошло вот это звучало в смысле это было для науки математики алхимики астрономы всякие взрывчатые штуки формулы цифры перечислил все слова которые знаешь алхимия и наука наука и алхимия все это очень интересно мы не превращали свинец в золото а че вы делали а я надеялся хоть сегодня денек выдастся спокойнее сходи к другой задалке ааа почему к другой где была первая так вот тут у нас поднимается тьма если мы окунемся во тьму то потеряем вообще тьма если мы окунемся во тьму то потеряем вообще тьму из пластиковых бутылок мы пока поднимаемся в виде конструкции чё а еще выше поднимается трен ну вот такой вот он это спарта куда не надо лезть на крышу притяжение никого еще не убила блин не вот черношный юмор конечно да вот такие вот трюки уже стали они куда более нереалистичны чем были в предыдущих частях зато красивая ммм ммм куда же нам пойти ой-ой-ой ой-ой-ой ты что не надо этого не надо ммм элика элика сделай нам вот эту штуку а все таки туда прыгать окей ну вообще все движения принца его анимация она сделана на высшем уровне двигается плавно красиво ой-ой-ой нет вытащи меня пробуем еще раз так вот я алхимик и остановить и остановить да иди кристату сейчас он к вам придет уже лучше ага офигеть как лучше ну вот ну что ж давай покажи нам свою кунху да что ты пятишься ага не получится да эй нет не поглощает а это хулиганство давай ну ну вот так вот замутим неплохо мы ему сняли интересно какая сложность стоит у игры эй-эй-эй блин я проканал совершенно непонятным образом конечно все это произошло и он отличился падла ну давай да да что блин какой-то короче паришь ты меня полетел ох в другом месте разразился так мне тут не нравится что-то было что ты гонишь блин ненавижу это задрачивание кнопок а все да ты же умер уже успокойся все ушел ушел о да да послушайте хорошим уроком казнина давайте посмотрим какая сложность этой игры а ее нет ну ладно когда я выбрал начало игры по моему вообще ничего не было давай элика крути свою шарманку мы тебе поможем нажиманием кнопки треугольника а пошел процесс преображения красотиша чем меняется не только земля до все поверхность всех объектов это просто офигенный эффект чисто технологически это по моему очень круто выберемся отсюда да а внизу там теперь интересно что просто пропасть или вода ну падать туда все равно не очень хорошая идея мне так кажется да ну собирай 40 штуков мы собрали ну что ж в этой серии мы победили второго босса ну как победили отогнали его отсюда с каждым разом бои с ним будут все сложнее и сложнее мы с ним встретимся еще пять раз вот но будем проходить дальше большое вам спасибо за просмотр с вами был ведьмак прохождение игры принц персии принц персия 2008 подписывайтесь комментируйте приходите еще всем пока пока